Всем привет, друзья! С вами студия Кондитерская Сестры и в этом видео хотим показать вам важный процесс для каждого кондитера. Это темперирование шоколада. У многих это вызывает затруднения и поэтому решили показать вам, как затемперировать шоколад быстрым способом. Расскажем, как можно длительное время сохранить его в текучем состоянии в домашних условиях, не повторяя процесса темперирования заново. И проведем эксперимент, чтобы вы увидели, как выглядит затемперированный и шоколад без темперирования. Для создания любых шоколадных элементов обязательно нужно темперировать шоколад. Если этого не сделать, застывшие шоколадные изделия будут быстро таять, элементы будут хрупкими, рыхлыми и матовыми. Почему же шоколад, который мы покупаем в магазине, твердый, хрустящий и быстро не тает? Причина в том, что весь шоколад, который продают, уже идет затемперированным. Но как только мы его растапливаем, подняв температуру выше 30 градусов, в нем разрушается кристаллическая решетка. Если мы шоколад не затемперируем и оставим его застывать в таком состоянии, кристаллическая решетка останется разрушенной, и он не будет иметь твердость, а также других нужных ему свойств. Если вам удастся растопить шоколад, не подняв его температуру выше 30 градусов, то и темперировать его не нужно, так как кристаллическая решетка останется целой. Но сделать это в домашних условиях достаточно сложно, обычно для этого применяются специальное оборудование. У нас, к сожалению, еще такого нету, поэтому каждый раз, работая с шоколадом, мы его темперируем. Основная идея данного процесса заключается в нагревании и охлаждении шоколада до определенных температур, благодаря чему масло какао затвердевает в нужной кристаллической структуре, что не позволяет шоколаду быстро таять и дает ему блеск и твердость. Перед вами схема темперирования для различных видов шоколада. Нам нужно растопить белый шоколад до температуры не выше 45 градусов и затем быстро опустить ее до 25-26 градусов. При необходимости после можно немного поднять температуру до рабочей консистенции, но не превышая 29 градусов. Растапливаем всегда на водяной бане, ставим кастрюльку с водой на средний огонь, вода начинает нагреваться, сверху устанавливаем железную миску с шоколадом. Пластик и стекло для темперирования не используем. Дно миски не должно прикасаться к воде снизу, топим постепенно, так чтобы вода снизу сильно не кипела. Лучше топить медленно, мешая шоколад, чтобы он не перегрелся, так как перегрев приведет к сворачиванию и работать далее с таким шоколадом не выйдет. Как видите, мы постоянно мешаем для того, чтобы шоколад, который находится на дне миски, не перегрелся. У нас тут достаточно большой объем продукта, около 800 грамм, так как использовать мы его будем на торт-сферу. Если необходимо залить фигурку или какие-то мелкие элементы, то, конечно, берем шоколады намного меньше. Излишки продукта, которые остаются, конечно же, не выкидываем, а потом добавляем кремами или к другому свежему шоколаду и темперируем его еще раз. Поэтому при растапливании лучше взять чуть запаса, чтобы хватило на все нужные вам элементы. Мы используем обычные магазинные шоколадки хорошего качества, берем фирму Спартак или Коммунарка. Не обязательно использовать дорогие марки из кондитерских магазинов, главное, чтобы шоколад был хорошего качества. Наш шоколад уже растопился, сняли его с водяной бани и сейчас температура его составляет 40 градусов. Значит, кристаллическая решетка разрушена и процесс темперирования необходим. Сейчас нам нужно быстро опустить температуру массы. Многие мастера темперируют при помощи мраморной поверхности, калетами или при помощи маслами Крио. Мы нашли для себя очень удобный способ, позволяющий затемперировать шоколад в домашних условиях и даже в жару. Для этого шоколад должен быть в тонкой железной миске, а также необходимо что-то холодное. В нашем случае это пакет с замороженными ягодами. При использовании тонкой миски и холода снизу шоколад начинает быстро остывать, но в таком случае на дне происходит быстрое охлаждение и могут образовываться комочки застывшего шоколада. Чтобы этого избежать, нам нужно его постоянно энергично мешать, хорошо проходя дно миски лопаткой. Таким образом температура опускается равномерно, нам нужно снизить ее до 25-26 градусов. Важным моментом является то, что образование кристаллической решетки происходит при постоянном помешивании. То есть, если просто опустить температуру до 25 градусов, не мешая шоколад при этом, ничего не выйдет. Еще, так как бывают погрешности в показателях в непрофессиональных недорогих термометрах, лучше снизить температуру еще чуть ниже. Если достигнет 24 градусов, то шоколад 100% у вас затемперируется. Термометр сейчас у нас показывает 26 градусов и шоколад уже становится густым. Мы уберем охлаждение и еще немного мешаем, чтобы температура стала ниже. А пока мы вымешиваем шоколад, поставьте, пожалуйста, нам лайк и подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Шоколад уже затемперирован и, чтобы это проверить, можно взять что-то металлическое, к примеру, ложку. Нанести небольшое количество шоколада и оставить так при комнатной температуре. Спустя какое-то время покажем, как застыл затемперированный шоколад на ложке при комнатной температуре. В принципе, шоколад уже можно использовать и заливать им необходимые элементы или фигурки. Но работать с такой консистенцией не во всех случаях удобно, поэтому нам нужно его немного нагреть до рабочей текучести. Берем ту же емкость, с помощью которой создали водяную баню. В данной кастрюльке толстое дно и вода еще осталась теплой. Мы ее не подогреваем, а просто сверху ставим миску с шоколадом. Если вдруг у вас вода остыла, немного подогрейте, но не нужно доводить воду до кипения. Активно мешаем шоколад, доводя его до рабочей консистенции. Но главное, чтобы при нагревании температура не превысила 29 градусов. Если вдруг вы превысите данное значение, кристаллическая решетка шоколада, которая образовалась, будет разрушаться. И весь процесс темперирования нужно будет повторять заново. Поэтому на данном этапе мы медленно подогреваем миску с шоколадом на оставшейся теплой воде от водяной бани. Не нужно ставить в микроволновку, так как там очень легко повысить данное значение. И у многих именно поэтому не получается затемперировать шоколад. Вроде бы до этого вы все сделали правильно, но как только вы опять поставили продукт в микроволновку, чтобы довести его до рабочей текучести, и буквально пару градусов превысили значение, и кристаллическая решетка опять разрушилась. В итоге шоколад остался незатемперированным. Весь процесс темперирования таким образом от момента уже растопленного шоколада занимает не более 10 минут. Шоколад на ложке, который мы оставили при комнатной температуре, полностью застыл и блестит. На застывание при комнатной температуре ушло около 10 минут. Также можно было бы нанести на ложку и положить в холодильник на минутку, и сразу проверять, застыл или нет. Или нанести на холодную ложку из холодильника. Тогда затемперированный шоколад мгновенно должен схватиться на ней. Мы будем заливать вот такие сферы в два слоя. Наносим сразу первый слой, переворачиваем форму, чтобы все лишнее стекло, а излишки снимаем шпателем. Далее залитую форму отправим в холодильник для стабилизации буквально на 5 минут, после чего будем заливать второй слой шоколада. Хорошо затемперированный шоколад застывает достаточно быстро, а если он у вас длительное время не схватывается, значит процесс темперирования не произошел, и лучше повторить все заново. Если сейчас оставить миску с шоколадом при комнатной температуре, ее содержимое достаточно быстро застынет. Тогда все этапы нужно будет повторять заново. А для того, чтобы этого избежать, не прибегая повторно к процессу темперирования, нужно не допустить застывания. Для этого миску с шоколадом ставим на кастрюльку с теплой водой, мешаем и следим, чтобы температура шоколада не превысила 29 градусов. Мы периодически снимаем миску с ковша и ставим ее обратно, чтобы не перегреть. Но тут, конечно, будет зависеть от того, будет ли у вас в кастрюльке сильно горячая вода или нет. В общем, тут нужно немного приноровиться и следить за термометром. Если вам удастся сохранить шоколад до следующего этапа работы с ним, не превысив данное температурное значение, кристаллическая решетка не разрушится и вы сможете использовать данный шоколад, не повторяя процесса темперирования заново. Достаем застывшую сферу из холодильника, даем ему немного побыть при комнатной температуре и наносим второй слой шоколада, который удалось нам сохранить в текучем состоянии, не превысив 29 градусов. В идеале шоколад должен стабилизироваться не в холодильнике, а в помещении с температурой 14-18 градусов, несколько часов. Но так как у нас в помещении тепло, делаем это опять в холодильнике. Прошло еще около 5 минут, так как шоколад хорошо затемперирован, он легко отходит от сферы. Если изделие плохо достается из формы, значит шоколад плохо затемперирован. Таким же образом мы темперируем шоколад для фигурок и других различных элементов для торта. Но нужно также понимать, что шоколад отличается по своей текучести и для различных фигурок, имеющих множество углублений, требуется более жидкий шоколад. На профессиональном указана его текучесть, а чтобы придать дополнительную текучесть любому из шоколадов, можно дополнительно внести какао-масло, добавляя его в моменте топления шоколада. Внутри сферы мы собрали торт, закрыли второй сферой, завелюрили и украсили вот таким образом. Видео по декору такого торта, а также торта футбольный мяч в стиле Венздей и с другим оформлением оставим ссылками в описании под видео. Сегодняшний ролик посвящен темперированию и еще хотим показать вам, как будет выглядеть застывший шоколад, если его не затемперировать. Тут в миске только растопленный шоколад, хотим его залить в силиконовую форму. К таким формам, как всегда, все прилипает и после мойки на них остаются разводы, поэтому обязательно протираем поверхность спиртом. Тут у нас обычная сухая салфетка, смоченная в спирте. Хотим еще обратить внимание, что на блеск затемперированного шоколада также влияет сама форма, в которую вы его заливаете. Если посмотреть на эти две формы, визуально видно, что внутренняя поверхность фиолетовой, форма более матовая. А если мы в нее зальем даже хорошо затемперированный шоколад, он все равно выйдет из нее более матовым. Заливаем в данную форму шоколад, который мы не темперировали, сливаем лишнее и убираем форму в холодильник, чтобы он быстрее схватился. Но если бы мы залили сейчас затемперированный шоколад, то даже при комнатной температуре визуально сразу бы было видно его схватывание. Прошло 10 минут, шоколад простоял в холодильнике и он совсем не застыл. А вот затемперированный шоколад уже бы был полностью твердым. Ставим опять в холодильник, а оставшуюся часть шоколада в миске мы затемперировали. Он сейчас имеет температуру 25 градусов. А вот так он выглядит, когда начал застывать. Его температура сейчас составляет 24 градуса. Кажется, всего 1 градус разницы, а визуально как отличается. Сейчас довели шоколад до рабочей консистенции и зальем в форму. Первая сфера, залитая из нетемперированного шоколада, простояла 30 минут в холодильнике. И визуально застыла, но стоит ей побыть буквально 1 минуту при комнатной температуре, она начинает размягчаться. Даже сейчас, сразу из холодильника, проведя пальцем по шоколаду, он остается на руках. Заливаем рядом затемперированный шоколад и сливаем лишнее. Если в вашем помещении около 20 градусов, можно оставить при комнатной температуре для стабилизации. Мы уберем в холодильник для ускорения процесса. Прошло около 15 минут, достаем из холодильника. Все сферы застыли хорошо, форма еще холодная, поэтому отлично достается и не затемперированный шоколад. Оставляем при комнатной температуре на какое-то время и посмотрим, что произойдет. Шоколад стал комнатной температурой, теперь берем его теплыми руками и показываем. Это затемперированный. Руки у меня сейчас очень теплые. Да, от теплых рук немного остаются отпечатки, но шоколад не тает. В принципе, с шоколадным декором нужно работать только в перчатках, чтобы избежать следов от рук. А вот теперь в руках нетемперированный шоколад. Видите, как мгновенно он начинает таять. В принципе, он уже мягкий. Если еще немного дать ему постоять при комнатной температуре, то даже в руки его будет взять сложно. А теперь разламываем сферу из темперированного шоколада. Она твердая и разламывается вот таким образом. Прошло еще около часа при комнатной температуре. Это затемперированный шоколад, а это нет. Видите, он совсем не разламывается и просто как каша. А наше видео подошло к концу. Надеемся, оно было для вас полезным и увлекательным. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Также напоминаем вам о нашем инстаграм профиле, где мы делимся работами и множеством полезной информации. А также не забывайте, что на нашем сайте сестрыкекс.ком можно приобрести видеорецепты самых популярных начинок среди наших заказов. Вы получаете не просто рецепт, а максимально подробные видео уроки с памятками и перерасчетами рецептуры на множество диаметров. Все ссылки будут в описании под видео. А мы желаем вам удачи с темперированием шоколада и до новых встреч в новых роликах.